10 ошибок зрительного контакта, которые совершают большинство людей и как с ними бороться. Начнем! Первая ошибка – это незнание правил местной культуры. Поймите, нет всемирно признанного сборника правил зрительного контакта. Это зависит от страны и культуры, где вы находитесь. Правила везде отличаются, и вам нужно разобраться в этом очень быстро. Почему? Потому что если вы индийский студент в США, и вы никогда не смотрите на профессора, это может рассматриваться как слабость, и вы не привлечете внимания. Вам нужно быть в курсе. Проведите некоторые исследования, подготовьтесь, чтобы вести себя уместно в каждой стране, в каждой культуре, где вы побываете. Вторая ошибка – недостаточно зрительного контакта. Третья ошибка – его слишком много. Четвертая ошибка – зрительный контакт поддерживается недостаточно долго. Итак, здесь работает правило 50 на 70. Когда вы общаетесь, 50% времени вы должны поддерживать зрительный контакт. Когда вы слушаете, зрительный контакт поддерживается 70% времени. И при взаимодействии с кем-то, вы смотрите на него 3, ну может быть 5 секунд. Эти правила применимы для североамериканцев, в частности для США. В Европе что-то похожее, в Южной Америке скорее тоже подойдет. Но в Африке, Азии совсем другие правила. Особенно при общении со старшими или с кем вы плохо знакомы. Пятая ошибка – придавать слишком большое значение зрительному контакту. Поймите, что это один из множества инструментов общения. Вместе с тем, что мы конечно же говорим, с нашим языком тела, но не стоит делать быстрых выводов, если вы увидите, как кто-то на вас пялится. Очень многое можно понять из языка тела. Но зрительный контакт – только начало, только часть всей игры в коммуникацию. Шестая ошибка – отводить свой взгляд слишком быстро. Итак, вы идете по холлу, заметили кого-то с работы, вы не знаете его имени, он впереди вас, вы встретились с глазами и вы сразу же отвели взгляд. Или это может быть привлекательная девушка, с которой вы хотите поговорить и вы отводите взгляд очень быстро. Друзья, над этим нужно работать, потому что это сигнал о вашей неуверенности. Найдите уверенность в себе, чтобы поприветствовать другого человека. Да, если вы в большом городе, вам не обязательно это делать. Вы можете показаться странными и не всегда вам ответят. А в небольшом городе – это другое дело. Это хорошие манеры и ничего плохого в этом нет. Седьмая ошибка – вы не устанавливаете зрительный контакт сразу в начале общения. Это редко происходит в разговоре один на один, здесь легче с этим справиться. Но запросто происходит в группе людей. Может быть, вас не представили, другие люди вас не знают, вы никого не знаете. Итак, вам нужно представиться. Вы можете не участвовать в разговоре полностью, вы можете просто постоять в кругу. Но обязательно встретьтесь глазами с каждым. О следующих ошибках я уже говорил ранее. Человек не говорит своими словами и не слушает ими. Я уже говорил о правиле 50 на 70. Когда вы говорите, 50 процентов времени вы поддерживаете зрительный контакт. Когда вы слушаете, уже 70 процентов времени. Но что делать, если вы в группе? Скажем, разговариваете с двумя людьми, пятью, двадцатью пятью, пятьюстами. Очевидно, что вы не можете на каждого смотреть 50 процентов времени. Слишком много глаз. То же самое, когда вы слушатель. Может, вы разговариваете с одним человеком, с двумя, с пятью. Может, вы разговариваете с одним человеком, с двумя, с пятью. Как быть? Вам нужно двигаться по кругу. Итак, если вы разговариваете с группой из 25 человек, вам нужно разделить пространство на секции. По ним и ориентируйтесь. Не бойтесь смотреть на каждого лично. Смотря на других людей, вы покажете себя более внимательным. Друзья, не стоит совершать эту ошибку. Не смотрите не в те места, когда нужно смотреть в глаза. Большинство людей думает, особенно на малой дистанции, в какой бы глаз заглянуть. Или сразу в оба. Просто выберите один глаз, если вы нервничаете. Вот вам совет. Я смотрю, какого цвета у человека глаза. Итак, я разговариваю с Эмми, у нее голубые глаза. У Мэтта – карие глаза. И это помогает мне легче запомнить имена этих людей. И когда вы говорите с Эмми, не смотрите на ее грудь. Да, вы мужчина, и она надела то, что привлекает внимание к этой части тела. Но, друзья, сфокусируйтесь на глазах. Я знаю, временами это очень сложно. Вам нужна практика. Вам нужно становиться лучше. Потому что, если вы мастер зрительного контакта, вы сможете мастерски управлять языком тела. Вы прокачаете свои навыки общения. Вы получите великолепный набор навыков, чтобы позволить мир узнать, чего вы придерживаетесь. Вы научитесь выражать свои мысли, озвучивать их, контролировать его. И вы будете становиться мужчиной, каким хотите быть. Ладно, друзья, бонусная ошибка. Большая ошибка. Нельзя просто посмотреть видео, пассивно впитывая информацию и ожидать изменения. Вы должны практиковаться. Вам нужно работать. Вам нужны действия, чтобы стать лучше. Вы можете стать мужчиной, каким хотите быть. Об этом мой канал. Как использовать стиль, деловые навыки, чтобы вы становились лучше. Шаг за шагом, каждый божий день. Именно это я хочу увидеть, друзья. Как вы становитесь мужчиной, каким вы хотите себя видеть. Я высоко ценю вас, друзья. Я ценю то, что мы сделали на Real Men Real Style. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. Что я упустил? Я хотел бы узнать, из какой вы страны. Какие у вас культурные нормы касательно зрительного контакта? Какие проценты? Как вы смотрите? Как вы обращаетесь к преподавателю? Как преподаватель общается со студентами? И какой у них зрительный контакт? Какой у вас зрительный контакт с ровесниками? Друзья, напишите мне об этом. Напишите, как принято в вашей культуре. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и берегите себя. Увидимся в следующем видео. Многие говорят, что я почти не моргаю в своих видео. Я думаю, что они просто не замечают. Я считаю, что я моргаю достаточно. Не так много, как большинство людей. Среднестатистическое число укладываюсь. Может быть, я сделаю видео моргать как мужчина. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.